Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы, значит, с вами поедем к большому Будде. Это нечто потрясающее просто. Только посмотрите. И изучим тайцев прямо, так скажем, непосредственно в их естественной среде обитания. Дорогие друзья, это продолжение выпуска «Психотипы иностранцев». Поэтому, если вы не смотрели «Психотипы иностранцев» первый выпуск, то переходите, конечно же, к нему и смотрите его с самого начала. Также я призываю вас обязательно написать мне комментарии. Благодаря этому будут появляться подобные полезные видеоролики для вас. И, конечно же, подписаться на канал. Не забывайте, те, кто не подписан, подписывайтесь. Я врач-эндокринолог. Помимо психологии я много рассказываю о гормонах. И, конечно же, сам практикую такой здоровый фитнес. Поэтому о фитнесе и даже немножечко о бодибилдинге, о других каких-то спортивных направлениях, связанных с железом, обо всем об этом я рассказываю на своем канале. Дорогие друзья, как может вам понадобиться эта информация? Конечно, сейчас очень много людей переезжает. И в связи с этим информация о психотипах иностранцев становится наиболее актуальна. По сути, я сам в чужой среде столкнулся с тем, что нужно быть как неким таким шпионом. Нужно очень быстро понять культурные особенности Дубаев, куда вот я летал, снимал, да? Или Таиланда. И быстро сориентироваться и решить все те вопросы, которые вы запланировали там решать. Конечно, если вы планируете исключительно отдыхать, тусить, пьянствовать, может быть, вам и не понадобится решать никаких вопросов, за исключением в какой паб или бар сходить. Но вот если вы планируете вести бизнес, если вы планируете вести переговоры, если вам важны культурные особенности той страны, в которую пребываете, если вы хотите быть эффективными именно с населением, нужно, конечно же, все вышеуказанные вещи учитывать. Первая вещь – это, конечно же, религия. И религия сама по себе, она, ну так скажем, не влияет, может быть, на обычных людей, потому что обычные жители, неважно, любой страны, они, как правило, частично религиозны. Редко можно встретить страну, ну, может быть, вот в Израиле, да, достаточно много религиозных таких правоверных евреев, но если смотреть общее количество стран, там все состоит с религией не так, и она влияет, в меньшей степени влияет на образование типа личности. Тоже тогда влияет на вторичный тип личности, на его образование. Какие главные факторы? Если вот привести пример на Таиланде. У нас царит в Таиланде буддизм. Может быть, люди, большинство людей, они не такие, ну, глубоко верующие буддисты, чтобы они вот как монахи, да, сидели, все там соблюдали. Но буддизм очень лайтовая религия в плане запретов. То есть, в принципе, у них никаких таких жестких запретов глобальных нет. Если нет запретов, ну, таких жестких и жестко наказуемых в плане системы религиозной общины, когда люди, да, монахи, или когда люди очень приближены ко всем этим храмам и прочим, да, ну, как у нас там есть послушники какие-то определенные. И, соответственно, получается, что если там light, то на выходе мы получаем еще больший light. И это несколько сроднимо с христианством, но христианство все равно пожестче даже, мне кажется, чем буддизм. Вот, по крайней мере, то, как это транслируется современно сегодня, да, очень важно, как транслируется религия на массы. У большинства людей, даже тех, которые живут, ну, возьмите православных, да, то есть, что людей живет православными в стране, могут отмечать какую-то масленицу, которая не имеет отношения к православию, да, все это в голове как-то перемешивается с культурным наследием, религией, патриотизмом. И большинство людей, они не отличают от одного, от второго. Они говорят, вот мы русские, поэтому мы празднуем масленицу, носим крест православный, сжигаем чучело вот этого, да, то есть, красим яйца, потом гадаем, да, вот это вот культурные особенности с гаданиями связано, хотя как бы в Библии это все запрещено, вот так все перемешивается в голове. И вот эта вот смесь, она на самом деле дает нам формирование некого менталитета. Так же и у буддистов эта смесь, она дает формирование некого менталитета, некой движухи. Но если из-за экономических особенностей в России, более жестких условий существования, у нас, конечно, больше развито образование нарциссов, у нас больше развито образование интеллектуоидов, да, и вторичных типов личности, то есть, таких жестких типов личностей, тяжелых, то в Таиланде, видимо, может быть из-за того, что потеплее, может быть из-за того, что помягче буддизм сам по себе, и много других наложившихся на это, также поверье каких-то, примет, все учитывается, да, то есть, это огромный культурный слой существования страны, много тысяч лет, и весь этот естественный отбор, вот он сейчас привел к тому, что в Таиланде очень развиты два психотипа, да, вторичных. Опять же, это не значит, что в Таиланде нет других психотипов, но когда вы сталкиваетесь с, соответственно, деловым отношением к вопросу, что оно не такое, как в России, оно более мягкое, вам могут более тяжело назначать конкретное время встречи и так далее, потому что в Таиланде либо эмотивные люди попадаются, либо гипертимные, либо смесь двух этих типов личности, и все это, на мой взгляд, из-за того, что там мягче условия. Плюс очень легко получить тайцам легкие деньги, так как бизнес заточен на туристах, нет страха завтра остаться ни с чем, то есть он не развит многолетний, он многолетний не вырабатывается, потому что как только ты становишься, переезжаешь, многие тайцы из своих деревень переезжают в туристическое Паттайе, вот как я пообщался, очень много попадается и мужчин, и женщин, и с детьми, вот они где-то жили, показывают фотографии на телефоне, что они жили где-то вообще там какая-то рядышком, вот эта страна, которая как маленькая деревня, честно говоря, забыл как называется, напишите мне в комментариях, может вы знаете эти маленькие страны окружающие Таиланд, все едут в итоге в Таиланд, как у нас едут в Москву, зарабатывают поближе к туристам, поближе к легким деньгам, все это формирует надежду, что завтра будут большие деньги, что эти деньги можно потратить, формируют, соответственно, вот такое вот лайтовое отношение к жизни, и в результате мы имеем совершенно другой тип личности, и мы имеем то, что, соответственно, тайцы все равно по большей части не так сильно относятся к социальным маркерам, как мы, они по-другому используют социальные маркеры, конечно, айфоны, губы, все это есть, но работает это немножко по-другому, чем в России, вот, и на мой взгляд, гораздо в меньшей степени, потому что, если посмотреть основное население, оно все-таки куда-то не стремится. Опять же, есть исключения, есть эстероиды, проноялы, все они есть, но, соответственно, на мой взгляд, гораздо меньше, чем в России. Опять же, истерики себя проявляют там по-другому, да, там вся культура вот этих вот транссексуалов, она направлена на эстероидное проявление. Если вы посмотрите масс-медиа тайцев, это огромное количество людей, которые по-разному превращаются как бы в женщину, кто-то делает операции, кто-то как-то очень просто трэшово наряжается в женщину по типу верхней сердючки. Там есть какой-то персонаж, кто помнит, как называется, может мне написать. Вот. И все это создает огромную площадку для эстероидов. Эстероиды себя там чувствуют из-за того, что комфортно. В принципе, им там нормально. И, соответственно, все это рождает то, что эстероиды тоже такие на лайке. Они больше эмотивные, а не нарциссические. То есть там у них есть некий выход. Опять же, их очень высоко оценивают иностранцы, которые приезжают. Все уделяют им внимание, все с ними фотографируются. Поэтому вот очень тепличные, психологически тепличные условия для тайцев, на мой взгляд, поэтому, конечно, они в целом все равно более эмотивные. Даже те истерики, они все равно как бы с примесью эмотивности, чем нежели наши русские истерики. И, в принципе, если посмотреть даже телешоу, это наносит свой отпечаток. Более поставлены эмоции на трансляцию восхищения истериками. То есть они очень ярко восхищаются чему-то, удивляются чему-то и смеются над чем-то. Тогда как в России телешоу поставлено на агрессивную ногу. Вспоминаем вот этого мема про адвоката, как он себя вел, этот Гоген Солнцев, что ли. То есть он постоянно с кем-то ругается, с какими-то своими пожилыми женами и так далее. Вот, соответственно, такая разница. То есть в России, да, более что-то такое агрессивное у нас истероидное. Вот в Таиланде более такое эмотивное истероидное, эмотивно-гиперативное. Так что, так вот, дорогие друзья, опять же повторюсь, ценность, соответственно, обращать внимание, понимать, что вы, когда приезжаете в другую страну, вы сразу мониторите газеты, новости местные. Вы мониторите местные тиктоки, местные инстаграмы. Все изучаете обязательно. То есть вы проводите такие оперативно-розыскную работу условную такую на местах. Только не по кому-то конкретному, а по целому населению проходитесь. Тут же нужно вступить в контакт с, соответственно, представителями местного населения и выяснить у них, что и как. Ну, моей целью была недвижимость. Я выяснял цены на недвижимость, абсолютно выяснил. Мне очень понравились цены. В принципе, вот ценник, он очень близок к Самарскому по недвижимости. Пишите, если интересно. Кому-то прямо очень сильно много таких людей наберется. Сниму видеоролик. У меня есть видео, где я немножко поснимал недвижимость. Вот, соответственно, вот сейчас буду думать, что дальше с этим делать, брать, не брать. Ну, вот как-то, соответственно, вот такие вот дела. Поэтому мой вам совет, если вы оказались за побежом, обязательно, обязательно исследуйте через местных все культурные особенности. Пускай они вам покажут какие-то источники, каких-то популярных медийных личностей. И вы сразу быстрее выедете в это настроение. Ну, и под конец моей такого длительного спича, я думаю, нам следует переместиться к большому Будде. В прекрасном фоне в Таиланде хотелось бы вам немножко рассказать о типологии личности. Вообще, тайцев, что на это повлияло, да? Влияло на целую страну. Почему они, как я уже говорил, такие мотивы? Дело в том, что в Таиланде царит буддизм. Вы видите весь этот шейкрат, город, все эти просторы, все эти уникальные места. Они созданы людьми, которые исповедуют буддизм. Буддизм является очень эмотивной религией, которая, в принципе, очень нейтральна ко всем проявлениям жизни. Там не так выражены, как в других наших религиях, какие-то истории про наказание. Это, в принципе, может переродиться, еще что-то исправить там. И поэтому, соответственно, на мой взгляд, это выращивает совершенно другое поколение людей. Хорошо это или плохо? Напишите мне в комментариях, нравится вам Таиланд, нравится ли вам вот эта вот эмотивная заряженность тайцев. Я хочу об этом знать. Давайте с вами поспорим. Может быть, тоже кто-то был в Таиланде и расскажет мне ваши впечатления. Но у меня сложилось такое мнение, что Таиланд – это исключительно буддийская эмотивная страна. Спасибо, что смотрели данный короткий видеоролик. Подпишитесь обязательно на канал, ставьте лайки. Да пребудет с вами здоровье и Таиланд! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok